Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. Сегодня мы поговорим о развитии сельского хозяйства региона. В нашей студии первый заместитель председателя Комитета агропромышленного комплекса Курской области Вячеслав Бычков. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Я напоминаю нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15. Кроме того, наш эфир транслируется на сайте 7info.ru. Вы можете оставлять свои вопросы и там. Вячеслав Владимирович, ну, безусловно, сейчас самый актуальный вопрос, наверное, для всех сельхозпроизводителей. Это подготовка к пассивной кампании. Уже осталось совсем немного времени. Как бывает, ценили готовность наших аграриев к выходу в поля? И что еще предстоит успеть вот в этот короткий срок, который еще все-таки есть? Сегодня я должен доложить, что аграрии нашего региона, в принципе, к весенней пассивной готовы. Почему я так утверждаю? Потому как этому предшествовала большая работа, которая проводилась в регионе. Ну, скажем, первое крупное мероприятие, в котором проводилось семинар в Суджанском районе с участием губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова, где были подведены предварительные итоги готовности сельхозпредприятий к весенней пассивной кампании. Вскрыты некоторые недостатки, которые на тот период были еще. Сегодня окончательные итоги подготовки к весенней пассивной кампании проведены во всех районах с участием специалистов комитета агропромышленного комплекса, который сегодня докладывает о том, что все сельхозпредприятия Курской области, благодаря слаженной работе администрации районов, комитета АПК под руководством администрации области, к весенней пассивной кампании подготовились. Значит, сегодня все хозяйства обеспечены, можно сказать, на 100% семенами, удобрениями, средствами защиты, другими средствами материально-технических ресурсов, которые потребуются в период проведения весенней пассивной кампании. Подготовлена техника, можно сказать, тоже 98-99%, много техники новой, которая только требует технического обслуживания. Техника готова, ну и в принципе дело остается, так сказать, за погодными условиями. Но я должен сегодня сказать, что буквально вчерашний день, или скажем так, что подготовка к весенней пассивной кампании, она уже состоялась, вышла на финишную прямую, и сельхозтоваропроизводители нашего региона приступили к весеннеполевым работам. Уже на сегодняшний день подковлено больше 150 тысяч гектаров озимых культур. Идет выборочно баранование зяби в сельхозпредприятиях. И буквально вчерашний день, и сегодняшний день вышли на полях южных районов наших уже сейлки с посевом ранних зерновых культур. Приступили к этой работе, к севу ранних зерновых культур Беловский район, южные склоны полей уже начинает засевать, Монтуровский район, ну и другие районы готовы уже приступить к весенней пассивной кампании. Конечно, все это делается для того, чтобы та программа, которая запланирована по развитию агропромышленного комплекса в плане растеневодца, она все-таки серьезная и большая. Мы должны в этом году получить не менее 4 миллионов тонн зерновых, получить 4 миллиона тонн сахарной свеклы, где-то 500 тысяч тонн масличных культур. Особое внимание мы в этом году уделяем посевам кукурузы на зерно, так как эта культура востребована и рынком, и она дает хорошую урожайность. Ее будем сеть 150 тысяч гектаров кукурузы на зерно. Планируем в перспективе ее посевы довести до 200 тысяч гектаров, с тем, чтобы в плане до 2020 года выйти все-таки на валовую производство зерна в Курской области до 5 миллионов тонн. Это вот такие задачи у нас на сегодня стоят и в перспективе. Поэтому было все сделано для того, чтобы выйти, как говорится, во всеоружие на поля, на весеннюю посевную кампанию. Вы говорите, что уже первые сейлки в полях и процесс уже пошел, а не рано, если сравнивать с предыдущими сезонами? Сегодня говорить, что рано можно ошибиться. Почему? Потому что кто рано начинает, то всегда бывает с хорошим урожаем. И я тоже часто говорю сельхозпроизводителям, учитывая опыт южных районов, то, что все-таки надо выходить пораньше на поля, и тогда будет хороший результат по урожайности, по валовому сбору. И на самом деле так и получается. Те хозяйства, которые рано сеют ранние зерновые, рано успевают сеять сахарную свеклу, другие культуры, те всегда как бы выигрыши бывают. Уже не раз отмечалось, что в этом году посевная обойдется дороже, чем это было раньше. И вот на совещаниях, в том числе на том, о котором вы упоминали с участием губернатора, отмечалось, что в этом году сельхозпроизводители очень неохотно обращаются за кредитными, заемными средствами. Как потом сложилась ситуация, востребованы ли стали деньги банков, скажем так, которые были готовы они предложить? И смогут ли сельхозпроизводители какую-то поддержку государственную получить из-за того, что очень высокие процентные ставки по кредитам? Ну да, в текущем году по всем известным причинам действительно процентные ставки банков возросли. Сегодня процентные ставки банка по кредитам Россельхозбанк составляют 22-23%, Сбербанк несколько ниже, 22,3%. Но понимая то, что это не только, так сказать, Курская область, это вся Россия в такой ситуации, и понимая это, и правительство Российской Федерации, и Минсельхоз, Министерство сельскохозяйства пошли на то, чтобы процентную ставку субсидировать за счет средств федерального бюджета. И на сегодняшний день процентная ставка по субсидированию, она находится в пределах 16,38%. То есть, если хозяйство берет кредит по 23% или 22%, то за вычетом вот этой ставки 16,32%, значит, нагрузка основная на сельхозтоваропроизводителей по кредиту составляет в пределах 6-7%. Но если посмотреть прошлый год, хотя ставки были ниже, но не было субсидирования, то, в принципе, нагрузка на сельхозтоваропроизводителей, она в этом году, ну, практически такая же, как она была и в прошлом году. Сегодня, да, сельхозтоваропроизводители, как бы с некоторой опаской или присмотром, приглядывается к этой ситуации по кредитованию. Но мы во всех районах говорим, рассказываем вот эту вот финансовую политику кредитования, в том плане, что деньги сегодня уже государством выделены в размере 378 миллионов рублей именно вот на компенсацию вот этой процентной ставки, за которую я сказал 16,32%. То есть, сомнений в том, что будут ли эти деньги, не будут, они уже сегодня есть. И мы, как комитет АПК, будем эти средства выплачивать по мере использования вот этих кредитных процентных ставок, будем эти деньги выплачивать, они уже есть у нас. А какие-то еще особенности при подготовке к этой посевной кампании были в связи с тем, что там, может быть, какие-то антироссийские санкции еще как-то повлияли на наших аграриев? Ну, я скажу, конечно, по другим направлениям субсидирования и государственной поддержки, надо сказать, что в этом году, спасибо Министерству сельского хозяйства, правительству Российской Федерации, более быстрее были перечислены средства в регионы по несвязанной поддержке, в частности, в нашей области было перечислено средства несвязанной поддержки в объеме 423 миллиона рублей, с учетом областного бюджета, конечно. Вот, эти деньги, как и было нам поручено и сказано, деньги до весенней посевной выдать сельхозтоваропроизводителям. На сегодняшний день вот эта сумма 423 миллиона рублей, она уже перечислена сельхозпредприятиям более 70%. И буквально вот сегодня и завтра, то есть до 20-го числа, эту неделю мы закрываем деньги по несвязанной поддержке, они все будут на счетах сельхозпредприятий для того, чтобы могли докупить недостающее количество там горючего, других товаром, материальных ресурсов на весеннюю посевную компанию. Вот такая, так сказать, другая тема, надо сказать, что в этом плане, кроме этой несвязанной поддержки, значит, мы после итогов первого квартала по производству молока будем выдавать субсидии на реализацию товарного молока. Здесь тоже деньги такие уже есть, предусмотрено 18 миллионов рублей с федерального бюджета и 4 миллиона с областного бюджета на софсинансирование. То есть эти деньги тоже будут выданы сельхозтовропроизводителям. Помимо этого, субсидии в первом полугодии будут, мы будем стараться выплатить по инвестиционным кредитам на развитие растеневодства в пределах 300 миллионов рублей и субсидии на развитие по инвестиционным кредитам на развитие животноводства 1,8 миллиарда рублей. Ну, такая большая сумма, объясню тем, что у нас продолжается строительство животноводческих комплексов по инвестиционным проектам, поэтому с учетом строительства крупных комплексов, это все, так сказать, такая сумма будет. Кроме этого, предусмотрены субсидии на страхование посевов, 129 миллионов рублей тоже будут выплачиваться сельхозтовропроизводителям, которые будут страховать посевы. Малому бизнесу предусмотрены субсидии в количестве 72 миллионов рублей тоже предусмотрены, будут выплачиваться. Ну, и есть ряд других направлений государственной поддержки, которые мы будем стремиться к тому, чтобы их как-то побестрее представлять сельхозтовропроизводителям для их развития. Если дальше говорить о развитии именно растеневодства, отмечалось, что в этом году планируется в области уделить особое внимание увеличению количества ягодной, плодовой, овощной продукции. Есть ли уже какие-то конкретные проекты, за счет чего мы будем увеличивать вот эти урожаи? Может быть, какие-то новые теплицы, предприятия, сады, еще что-то? И сколько планируем все-таки вырастить? Ну, говоря вот темы развития плодовой, ягодной продукции, овощной продукции, конечно, эта тема пока у нас не совсем, может быть, быстро развивается. Мы базировались на том, что была у нас плодовоядная продукция на оставшихся плодопитомниках, таких как в Беловском районе, Кореневском районе, Обаянском районе, Щегровском районе. Но, понятное дело, что эти сады уже устарели, и они той большой продукции не дают. Вот мы сегодня получаем плодовоядной продукции всего лишь где-то 50 тысяч тонн, хотя мы должны для нашего населения, даже Курской области, производить не менее 100 тысяч тонн плодовоядной продукции. Поэтому сегодня ставится задача, и в области разработана программа по развитию садоводства, и сегодня мы ставим задачу уже работать над тем, чтобы внедрить в хозяйствах садоводство интенсивного типа. То есть, это направление, которое, так сказать, позволяет выращивать сады, или яблони и другие, так сказать, плодовые растения по интенсивному признаку, они дают хороший урожай и позволят увеличить производство плодовой продукции. Что касается овощеводческой продукции, то в этой связи надо сказать, что тут тоже тема еще имеет большой спектр действия. Мы производим всего, вот на сегодняшний день, с учетом работы нашего тепличного хозяйства, построенного тоже в 2013 году, 7, значит, 4 тысячи тонн овощей. Стоит задача сегодня тоже самое, вот до 2020 года увеличить производство овощей, ну, скажем так, в 10 раз, то есть, производить не 4 тысячи, а 40 тысяч тонн, чтобы в межсезонный период, вот в зимний период население нашей области обеспечить продукцией защищенного грунта. Огурцы, помидоры, другие, так сказать, другая продукция. Для этого у нас тоже, так сказать, есть возможность, разработана программа, вот, в ней мы работаем, и сегодня уже работает у нас, как бы, заканчивает строительство агропарк в Глушковском районе, где будет производиться овощи закрытого грунта, и увеличивает свои мощности компания СЕЙМ, которая вот работает у нас в Курском районе, в Ворочнево, они тоже в два раза еще увеличивает свои производственные мощности. Таким образом, значит, есть предложения, конечно, и по другим районам, мы их учитываем, будем развивать, чтобы вот на эту цифру, которую я сказал, 40 тысяч тонн овощей закрытого грунта в Курской области производить. В Курской области всегда особое внимание уделялось фермерским хозяйствам, и на земле зачастую работают целыми семьями. Наша съемочная группа в конце февраля познакомилась с одной такой замечательной династией, которая работает в Медвенском районе. Я сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет о их хозяйстве. Зимой, пока на полях лежит снег, Каменеву могут устроить себе непродолжительные каникулы. Готовят семена, ремонтируют технику. С приходом тепла жизнь забурлит снова. На земле в этой большой семье трудятся все – дед, отец, зять и два внука. Все занимаются, я поддерживаю, мне это тоже нравится, и поэтому я не пошел в город. Как-то больше душа лежит к сельскому хозяйству. Работу-то найти многооплачиваемую, там, где будет достойная зарплата, тяжеловато. А здесь у нас проще. Времени побольше свободного, когда нужно. В-третьих, никто над душой не стоит. Начиналось все в 2002 году с небольшого подсобного хозяйства в деревне Первая Шемякина Курского района. Старший в династии Владимир Тимофеевич, до пенсии проработавший председателем колхоза, брал земельные паи, выкупал старенькую технику и ремонтировал. Сейчас в хозяйстве более 650 гектаров пашни и вся необходимая техника. Перед уборочной в кабины тракторов и комбайнов установили кондиционеры, с гордостью вспоминает Владимир Каменев. Цены, конечно, в этом году более-менее были неплохие, благодаря чему мы приобрели частично новые техники, сейлку зерновую новую, разбрасыватель минеральных удобрений новый. Новый опрыскиватель, трактор, МТЗ новый. Фермерское хозяйство Каменевых полностью зависит от цен на зерно. И если они держатся на одном уровне, то стоимость техники и удобрений резко подскочила в результате западных санкций. Возить куда-то и продавать пшеницу и ячмень самим смысла нет, говорит второй по старшинству в семье тоже Владимир. Перекупщики приезжают в Шемякино и с удовольствием все забирают. Покупать грузовики и нанимать водителей фермерам невыгодно. Новая техника большой производительности, поэтому у нас, собственно, народу требуется немного. Если раньше нужно было 40-50 тракторов для какого-то хозяйства, там 2-3 тысячи земли, которые обрабатываются, то на данный момент 4-5 тракторов вполне достаточно. Современная техника – это все же часть успеха в работе фермера. Главное – это любовь к работе на земле, считает династия Каменевых. Вечерин Владимирович, вообще много ли у нас в области таких замечательных фермерских хозяйств? Какую, скажем так, часть продукции в растениотстве производят именно они? И вообще успешно ли развивается, увеличивается ли их количество таких фермеров? Я должен сказать сегодня, что действительно фермерское хозяйство в Курской области, оно состоялось, о чем отмечали и на недавне состоявшемся 26-м съезде Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, и подчеркивалась их значимость. В нашей области работает более 1300 крестьянско-фермерских хозяйств, но размеры и масштабы этих хозяйств, они различны, начиная от 100-150 гектаров и до, по объему пашни я имею в виду, и до 12-15 тысяч гектаров, вот такие имеются у нас крестьянско-фермерские хозяйства. На сегодняшний день эти хозяйства увеличивают производство продукции и растеневодческой, и животноводческой, повышается урожайность этих предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств. Отрадно отметить то, что в последние годы особенно повысилась урожайность и зерновых культур, и сахарной свеклы, и масличных культур, улучшается финансовое состояние крестьянско-фермерских хозяйств, поэтому сегодня то, что это движение крестьянско-фермерское, и оно состоялось, и оказывает серьезную помощь в поддержке вообще развития агропромышленного комплекса. Сегодня надо сказать то, что производство зерновых в области более 20% это производят, значит, крестьянско-фермерские хозяйства. По сахарной свекле в пределах 18-19% производят крестьянско-фермерские хозяйства, ну и в пределах 15-16% производство масличных культур тоже производится в крестьянско-фермерских хозяйствах. Это вот как бы одна сторона дела. Вторая сторона дела то, что крестьянско-фермерские хозяйства, они сегодня необходимы как воздух для селян, для местных жителей, так как они являются основным источником оказания практической помощи во всех деревенских делах наших сельских тружеников. Это и обработка огородов, это и заготовка кормов, это поддержка в финансовом плане, оказание всяких других услуг, в большей степени, конечно, оказывают крестьянско-фермерские хозяйства. Они же оказывают финансовую помощь и на детские сады, и школы, и на проведение различных праздничных мероприятий в сельской местности. Конечно, люди идут, обращаются к крестьянско-фермерским хозяйствам. Понятно, что это не просто все это так и идет, это идет, конечно, под руководством администрации районов, муниципальных сельских советов, все это взаимосвязано, как бы обратная связь. Связь одна то, что крестьянско-фермерские хозяйства тоже получают государственную поддержку от государства, а с другой стороны, крестьянско-фермерские хозяйства оказывают поддержку и жителям того, так сказать, той местности, на котором они находятся и работают. Поэтому это движение, оно есть, оно нужно, оно востребовано, и люди с уважением и одобрением относятся вот к этой категории хозяйств. Мы сегодня очень много внимания уделили развитию растеневодства и планам в этой сфере и в этой отрасли, но, тем не менее, все-таки хочется поговорить немного и о животноводстве. Стояли задачи, как в прошлом году, так также и в этом, на увеличение поголовья крупного рогатого скота, увеличение производства молока. Какие цели перед животноводами ставятся на этот год в цифрах, скажем так, и что будем делать? Ну, я должен сказать, что в отрасли животноводства здесь также идет динамичный процесс развития отрасли. Особенно надо отметить, что динамичное развитие идет в мясном животноводстве. В текущем году, то есть за прошедший год, подводя итоги, мы отмечали, что получено производство мяса составило по области 386 тысяч тонн. Только за один 2014 год мы приросли по объемам производства мяса на 100 тысяч тонн. Это самый высокий показатель в Центральном федеральном округе, вот по такому объему роста за один буквально год. Ну и это направление производства мяса, оно продолжает наращиваться за счет того, что я уже сказал, за счет строительства или продолжения строительства тех объектов, которые есть, и строительства новых объектов свиноводческих, птицеводческих, ну и других отраслей. Что касается молочного животноводства, в этой связи мы обращаем внимание всех наших сельхозтоваропроизводителей на то, что все-таки надо развивать молочное животноводство, как продукт питания он неотъемлем в рационе наших граждан. Поэтому мы сегодня настоятельно проводим такую вот линию, чтобы все сельхозтоваропроизводители занимались и молочным животноводством наряду с мясным животноводством. Поэтому в этом году я вот сказал за несвязанную поддержку, мы в этом году часть несвязанной поддержки и пустили как бы на развитие животноводца. То есть дабы заинтересовать сельхозтоваропроизводителей, занимающимся производством молока, дали 20% от этой ставки, значит 20% несвязанной поддержки отдали на кормовой клин каждого сельхозпредприятия, которое соответственно занимается развитием молочного животноводца. Там деньги получаются неплохие, эту политику, как бы эту линию мы будем продолжать и в дальнейшем. Но я должен сказать, что в текущем году, учитывая вот эту ситуацию, а даже учитывая то, что сегодня все-таки рынок молока намного изменился, нежели он был, скажем, 5-6 лет назад, цена на молоко цельное коровье, значит, в пределах 22-23 рубля сегодня. Крупные компании принимают высший сорт молоко, охлажденное даже по более высоким ценам. То есть это сегодня экономически выгодно, и она имеется, экономическая эффективность от его производства. И компании, которые серьезно занимаются этим вопросом, они заинтересованы и получают хороший экономический эффект. Вот, к примеру, значит, ГАО «Молочник» Большесолдатского района, у них сегодня 1600 коров, они занимаются серьезно производством молока и имеют хорошие деньги от этой работы. И на сегодня предприятие думает на в этом году и на перспективу уже работают над тем, чтобы расширить производство молока и довести поголовье коров дойного стада до 2400, оголовье место 1600. Сегодня прямо заинтересовались этой темой развития молочного животноводства Дмитриевский район, который у своих, ну, как бы так сказать, образно соседей белорусов договорились, тоже берут, кстати, наши партнеры по соглашению с администрацией Курской области. У них тоже договорились взять нителей и тоже, значит, будут строить молочный комплекс и развивать молочное животноводство. Этой темой начали заниматься и ряд других. Сегодня к нам в комитет АПК поступают заявки, где взять племенной скот с тем, чтобы заниматься вот этой темой. Недавно мы проводили семинар по молочному животноводству в Щегровском районе. Там тоже эта тема хорошо прорабатывается, есть отдача, есть хороший результат. Поэтому молочное животноводство для нас вопрос номер один, и мы ее будем развивать буквально в последующие годы. Чистос Владимирович, к сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на все вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, это была программа «Власть. Открытая политика». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова